Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел и сегодня мы будем рассматривать вторую главу этой книги. Здесь говорится о расположении израильских племен на стоянке и в походе. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Сыны Израиля, вы должны каждый ставить стан свой при знамении своем, при знаках семейств своих, пред скинею собрания вокруг должны ставить стан свой». То есть воинские станы, они все ставились вокруг скинею собрания. А походный храм являлся как бы сердцем всего воинства, он находился в самом центре. Таким образом вспоминается новозаветное христианское определение земной церкви как церкви воинствующей, которая во главу угла все-таки ставит свои вероубеждения, как и скинея, она оказывается в центре этих станов. Каждое колено имело свой стан, свой знак, свое знамя, так, чтобы каждый видел, где он должен находиться по порядку принадлежности к своему колену. Точно так же и мы должны всегда знать нашу принадлежность в применении христианской реальности. Это приход, это епархия, это поместная церковь, к которой мы принадлежим. И человек должен стараться сохранять верность тому храму, который является его храмом. И в данном случае знаком храма является имя храма. Если храм во имя великомученика и целителя Пантелеймона, то в этом храме особо чтят этого святого. Это как бы знак этого храма. Знамение. Знамя. И по названиям московских храмов раньше можно было даже определить, к какой слободе относился тот или иной храм. Например, если Георгий Победоносца, там Ивана Воина, это Старелецкая слобода. А если Бессеребренников, Космая Дамиана, это Купеческая слобода. Таким образом, принадлежность каждого верующего к своему приходу, это тоже некий библейский такой принцип, когда выступали на сражения и шли вот этими отрядами. Но, как пишет апостол Павел, наша брань не против плоти и крови, а против сил злобы поднебесной. Поэтому мы ведем брань силами зла. Давайте посмотрим, какое всеоружие Божие должен иметь христианский воин своей духовной брани. Это послание к эфесянам, первоверховного апостола Павла, где он пишет «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мир правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». И далее рассказывается, какие всеоружие Божие мы должны принять во время духовной брани. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиной и облегшись в броню праведности. И обувь, ноги в готовность благоествовать мир, паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых». Вот так апостол Павел описывает духовного воина, какое оружие он должен иметь, и прежде всего он должен молиться в общении со святыми, то есть всеми святыми, как теми, которые живы, как, имея в виду и тех, которые уже покинули этот мир, но в Боге они живы. Как сказано в Писании, Бог не есть Бог мертвых, Он есть Бог живых, а это сказано как раз об усопших на тот момент Аврааме, Исааке и Якове. Таким образом, духовная брань – это именно сражение силами зла не против того или иного человека, а за человека, даже тогда, когда нам приходится его одолевать и побеждать. Мы должны одолевать и побеждать в человеке дьявола, но не уничтожать по возможности самого человека. И некоторым исследователям Писания представляется, что тот порядок, который описан во второй главе, как, какое колено, за каким шло, они как бы двигались почти в форме креста, то есть таинственно предзнаменуя, что крест есть орудие, которое на дьявола дано нам, его же боится и трепещет все бесовское и злое. И в окончании перечисления имен, какое колено, в каком количестве, за кем идет, говорится, 32 стих, «Вот вошедшие в исчисление сынов Израиля по семействам их, всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их 603 550, а левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею. И сделали сыны Израиля все, что повелел Господь Моисею, так становились станами при знамениях своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим». Так оканчивается вторая глава, в которой рассказывается о расположении израильских племен на стоянке прежде всего и в походе, когда они совершали перемещение. Субтитры создавал DimaTorzok